Мы против войны, но нам нравится военная история. Почему? Потому что это самая показательная сфера человеческой жизни, на развитие которой во все времена было направлено максимум усилий общества. Все передовые разработки и новейшие изобретения, как правило, изначально создавались в военных целях и лишь потом адаптировались для гражданской мирной жизни. Все общества по всему миру во все времена вкладывали именно в воинов все самое лучшее, что у них было, поскольку от воинов зависело выживание всего общества. Люди могли выжить без классической музыки, без выдающихся литературных произведений или красивых гаджетов, но без вооруженной силы немыслимо ни одно общество прошлого, настоящего или, к сожалению, будущего. По одному лишь взгляду на воина можно с легкостью определить уровень развития его общества. Простой пример. Вот три воина, которые существовали на нашей планете одновременно в начале 19 века. Солдат наполеоновской армии имеет изысканную и богатую униформу. И в это время во Франции граждане восхищались античной культурой, ели круассаны и ходили в театры. Черногорский ополченец. Да, он тоже одет с ног до головы, но не в униформу, а в традиционную одежду, что уже говорит о том, что что-то в Черногории было не совсем так, как во Франции. И действительно, в это же самое время, пока французы писали конституцию себе и странам, которые были захвачены Наполеоном, Черногорцы жили по законам кровной мести и не создали ни одного полноценного города. Их столица Цетиния представляла собой небольшую деревню с несколькими кварталами. Лишнее сравнивать с Парижем начала 19 века. Ну и наконец, третий воин Нага из Северо-Восточной Индии. У него одежды очень мало, но в целом это все та же традиционная одежда. И в целом этот народ в 19 веке находился на уровне радоплеменной общины. Собственно, там же, где и черногорцы, которые также само носили традиционную одежду. Вот так по одному внешнему виду воинов мы с легкостью смогли определить уровень развития их обществ. И так работает всегда. Более богато и красиво выглядящий солдат может существовать только в экономически развитой и благополучной стране. Чем проще и разнообразнее у воинов одежда, тем беднее и их страна. Поэтому мы изучаем воинов не потому, что любим насилие, вовсе нет. Просто воины это самое интересное, или как минимум одно из самого интересного, что есть у человечества. Сегодня веке воинам исполняется 10 лет, и кажется настало время рассказать, что же это такое. В первую очередь веке воины это интернет-энциклопедия, посвященная воинам, их оружию и боевой технике. Любой материал о военной истории, как и о других сферах знания, как правило публикуется в разных книгах, журналах, сайтах, но всегда очень фрагментарно. В одной статье расписан подробно мундир одного полка, но нет ничего про его историю. В другой книге наоборот, целая глава посвящена истории полка, но про его униформу нет ни слова. Есть и другие случаи. Историческая наука, как и другие, развивается. Появляются новые источники, новые данные, и старые концепции приходится пересматривать. Часто книги, опубликованные еще 30 лет назад, уже совершенно не актуальны. Если вы наткнетесь на такую книгу, то будете думать, что все написанное в ней истинно в последней инстанции. Может быть даже никогда не узнаете, что год назад другой автор выпустил свежую работу на ту же тематику, но уже значительно доработанную и дополненную с исправленными ошибками. Когда я начинал знакомиться с военной историей, я был довольно бескуражен от всех этих моментов. И думал, что для того, чтобы разобраться со всем этим, нужно быть специалистом. А простому человеку, захотевшему узнать, как выглядели, например, солдаты во время восстания Пугачева, лучше не пытаться что-то узнать. Потому что если он что-то и узнает, то скорее всего это будет устаревшая или недостоверная информация. Я решил создать интернет-энциклопедию, в которой можно было бы объединить все знания из разных источников, и в которой можно было бы оперативно изменять данные при появлении новых исследований. Ведь в напечатанных книгах уже ничего изменить нельзя, а вторые и последующие издания покупают далеко не все обладатели первого. В общем, формат электронной энциклопедии мне показался идеальным, чтобы решить проблемы, свойственные печатным изданиям. Плюс в книгах вы не можете переходить по ссылкам с одной статьи на другую. Указатели вроде «Смотри страницу такую-то» лишь имитируют эту функцию, но по-настоящему реализовать ее, конечно, можно только на сайте. Первый сайт я создал 13 ноября 2011 года, и первое время, конечно же, просто копировал статьи, причем не самые лучшие, из Википедии и других сомнительных мест. Многие из этих статей есть на Викивоинах и сейчас, они все еще ждут своей очереди на полное переписывание, и мне все еще за них очень стыдно. Как я уже говорил, специалисты в военной истории и сами следят за всеми новостями и знают, кто в какой книге на какой странице допустил ошибку. Мой сайт создавался и продолжает работать явно не для них. Они, наоборот, были бы полезными авторами статей. Викивоины в первую очередь задумывались для простого читателя, который мог бы без обращения к специализированной литературе или сторонним ресурсам быстро узнать, чем на самом деле был вооружен и как на самом деле выглядел Уильям Уоллес, как на самом деле выглядели королевские мушкетеры, и существовал ли Д'Артаньян, и так далее, и тому подобное. Все иллюстрации в школьных учебниках уже давно не соответствуют новым исследованиям в области внешнего вида воинов, и подавляющее большинство людей, даже зная о каких-то битвах и сражениях мировой истории, представляют себе в голове или рисунки из учебников, или кадры из каких-то фильмов, которые также уже давно устарели, или изначально не имели ничего общего с историческими данными. Все, что сейчас существует в головах миллионов людей, касательно вот этой небольшой сферы знания, как воины, у большинства ошибочно и искажено. И наша цель, если и не исправить это, то как минимум увеличить число людей, которые хотя бы понимают существование данной проблемы. Основная структурная единица нашего сайта – это воины. Из них вытекают другие статьи – оружие и боевая техника. Они в нашем понимании расцениваются лишь как инструмент воинов, а не как самоценность. Во многих исследованиях танков или кораблей эта техника зачастую выглядит самоцелью, и роль людей, если упоминается, то нередко лишь вскользь. Я бы очень хотел добавить им больше человечности, и напомнить, что без людей – это просто неподвижные груды металла. Также у нас есть отдельные статьи про личности, конкретных отдельно взятых воинов. Это как правители и военачальники, так и простые воины, имеющие какую-то незаурядную и интересную биографию. Также у нас есть все то же самое, но про вымышленный мир. Это вселенные различных мифологий, литературных произведений, фильмов, сериалов, компьютерных игр, манги и аниме, комиксов и так далее. Часто возникает вопрос, а для чего, собственно, в серьезной, чисто исторической энциклопедии упоминать всяких супергероев и Шерлоков Холмсов? Дело в том, что все вымышленные миры, описанные или показанные в различных произведениях, являются отпечатком того или иного времени. На них в той или иной мере повлияли реальные исторические события и явления. Вслед за Мишелем Пастуро, который утверждает, что при изучении Геральдики следует уделять внимание и вымышленным гербам, описанным в мифах и легендах, а также за в некоторой степени эталонным для нас издательством Asprey Publishing, который имеет целую серию книг, где мифы и легенды, фольклор, конспирологические теории и всякие тайные истории описаны с вполне реальных научных позиций. Мы рассматриваем персонажей из фильмов, сериалов, игр и так далее как социокультурный феномен, который, с одной стороны, возник как реакция на определенные исторические события. Например, шлем Дарта Вейдера был вдохновлен немецкой каской времен Второй мировой войны. Зомби в популярной культуре появились после военной оккупации США Гаити и знакомства с местными практиками Вуду. Японские самурадские доспехи активно используются и переосмысливаются в аниме и манге. А в ходячем замке Хаяо Миядзаки, вымышленная армия Ингарии, практически один в один французская армия конца 19-го, начала 20-го века. А с другой стороны, повлиял в дальнейшем на окружающую нас действительность. К примеру, уже упомянутый шлем Дарта Вейдера, возможно, послужил прототипом для каски парамилитарной организации сына Саддама Хусейна. Американские солдаты и иракский спецназ и сегодня носят нашивки с эмблемой карателя, персонажей из комиксов Марвел. А батальон Спарта во многом вдохновлен романом «Метро-2033» и вышедшей по ее мотивам в виде игре, поскольку имеет такое же название и похожую символику, как и одно из формирований в этой книге. Настоящий мир и вымышленные тесно переплетены, они есть суть одной и той же, и разделять их теряет значительный и очень важный пласт современной культуры. Можно ли понять викингов, ничего не зная про Одина или Тора? Можно ли изучить ацтеков, не соприкасаясь с их мифологией? В скором времени будет несколько видео, в которых я продемонстрирую этот подход, и я надеюсь, последние сомнения в необходимости совмещения реальной военной истории с вымышленной отпадут. Я могу говорить о вики войнах еще долго, но, наверное, в этом видео скажу последнее. Это что такое воины? Я уже во втором выпуске о войнах разных стран мира задевал этот вопрос, но здесь нужно остановиться отдельно. Да, на вики войнах есть статьи про армии виртуальных государств, которые, по сути, являются карнавальными персонажами, про космонавтов и астронавтов, про битников и грибников, про полярного исследователя и укоротителей животных, наконец, даже про финских докторов наук. В этом тоже есть своя логика, это интересные пограничные зоны. У героев таких статей наблюдается или мимикрия военных организаций, или теоретическая возможность применения в боевых целях тех или иных предметов их привычного обихода или инструмента. Конечно, это не воины, но поэтому они и находятся в соответствующей категории, так что с воинами точно не перепутаете. Другое дело, что и в категории воинов у нас далеко не всегда только официальные вооруженные формирования, но еще и полиция, парамилитарные группировки, собирательные образы. В общем, все, кто имеет оружие и, что самое главное, умеет его применять. Конечно, вы скажете, за 10 лет и до сих пор ни одной статьи про полки Российской Императорской Армии, про полки Франции, Британии, Германии, но зато есть какие-то грибники и космонавты. Я и сам это все прекрасно понимаю, но почему-то так происходит, я не знаю. Также и с другими редакторами, которые занимаются, например, техникой. Про все топовые танки у нас статьи в основном скопированы с Википедии или и вовсе отсутствуют. Но зато с большой любовью сделаны авторские статьи про различные малоизвестные нереализованные проекты чешских и венгерских танков. Но в этом году, вместо того, чтобы делать уже наконец-то статьи про настоящих воинов, я начал вести этот ютуб-канал. Но если хоть один человек, смотрящий это видео и досмотревший его до этого момента, присоединится к нашему нелегкому делу, значит, это все было не зря. Такие дела. Субтитры создавал DimaTorzok